Сказка Плакса Лимонька. Бегемотики играли в детском саду, на площадке, на улице. Лимоньке захотелось покататься на качелях. Она побежала к качелям, но каким-то образом ее подружка оказалась быстрее и села на качель первая. Лимонька расстроилась, начала плакать, не посмотрела, куда шагнула, и качель прилетела ей прямо в лоб. Лимоньке было больно, лоб болел, она начала плакать еще сильнее, подошла воспитательница, ее утешила, пожалела. И когда лоб у Лимоньки прошел, перестал болеть, то Лимонька успокоилась. Пришло время идти в группу, ребята взяли свои игрушки. Лимонька взяла свою куклу, смотрит, а платье у куклы испачканное, и она снова начала рыдать. И так она долго-долго плакала, даже к моменту, когда пришло время ложиться в кроватке, она продолжала плакать. К ней подошел Лимончик и говорит, чего ты рыдаешь, Лимонька? Она говорит, ты видишь, вот мои куклы, грязное платье. Она говорит, ну и что, можно же его постирать совершенно спокойно. Лимонька, конечно, понимала, что платье можно постирать, но ей было так обидно, что она плакала. Вечером за ней пришла мама. Они пришли домой, решили почитать, точнее, мама будет читать, а Лимонька слушает. И мама попросила Лимоньку достать с полки книжку. Лимонька пошла, и через некоторое время опять разрыдалась. Мама испугалась, прибежала, думала, что-то случилось, думала, Лимонька ударилась. И когда мама увидела, что с Лимонькой все в порядке, и что она просто так рыдает, то мама, конечно, разозлилась и говорит, ну чего ты рыдаешь, что ты рыдаешь? Лимонька ей сказала, я не смогла достать книгу. Мама говорит, ну и что, ты же могла позвать меня, я достану тебе книгу. Вечером, когда подошло время укладываться спать, Лимонька одела пижаму и увидела, что каким-то образом на пижаме оказался шоколад. И тут она захотела, уже набрала воздуха. И вот-вот секунда осталась до момента, как она снова начнет рыдать, и тут она услышала, Лимонька, вы не знаете, кто пикимотик Лимонька? И она увидела перед собой красную птичку с золотым клювом. Птичка обращалась к ней по имени, Лимонька замерла, и слезы куда-то убежали. Она даже не успела начать плакать. Птичка обратилась к пикимотику. Лимонька сказала, я Лимонька, откуда вы знаете мое имя? Птичка рассказала, что она прилетела из волшебной страны, где живут особенные деревья, и когда пикимотик Лимонька без причины начинает плакать, то над этими деревьями сгущаются тучи, и начинается такой проливанный дождь, от которого деревья погибают, и птицы не могут вырастить птенцов, и у них отпадают клювики. Лимоньке стало жалко птичек. И она сняла пижамку и отдала ее маме и сказала, мама, у меня испачкана пижама. Мама уже хотела броситься утешать Лимоньку. Она потом остановилась и удивилась. Лимонька не плачет. Странно. Она дала Лимоньке новую пижаму и сказала, я постираю пижамку завтра. И Лимонька пошла спать. Птичка легла тоже спать. Она очень устала, перелет был долгий. Оказывается, эту птичку могли видеть только детки. Мама птичку не увидела. На следующее утро птичка отправилась в свою страну, взяв обещание с Лимонькой, что она без причины плакать не будет. Если можно будет ситуацию решить, то слезы вызывать необязательно. И вот за завтраком Лимонька нечаянно капнула варенье себе на платье. Она хотела разрыдаться, но вспомнила птичке о том, что снова польет дождь в их волшебной стране и не стала плакать. Сказала о платье маме. Мама дала ей новое чистое платье, она отправила садик. В течение дня было несколько моментов, в течение которых она хотела снова заплакать. Но каждый раз она вспоминала птичку. День за днём, день за днём шёл, и Лимонька всё помнила о птичке. И уже не плакала по мелочам, не плакала по ситуациям, которые происходили, и которым, возможно, было лёгкое решение найти. И вот в один день птичка прилетела, не одна, прилетела со своей семьёй, со своей подружкой, и рассказала, что они смогли высидеть тенцов, что у них теперь замечательная диетка, что в их стране теперь очень хорошо и замечательно светит солнце. И они сказали Лимоньке огромное спасибо, что она перестала плакать без причины. Когда мама пришла желать Лимоньке спокойной ночи, то Лимонька сказала, «Мама, я больше не буду плакать». Но мама сказала, «Лимонька, все бегемотики плажат, это нормально, просто не нужно плакать, когда можно решить ситуацию, когда можно достать книгу с полки, когда можно постирать платье, когда можно поменять платье, когда можно почистить обувь». По разным-разным мелочам. Конечно, если ситуация серьёзная, то какая была с качелями, когда правда было больно, когда было опасно, то, конечно, ничего страшного в слезах нет, они никому не причинят вред. Но когда происходят долгие рыдания из-за такой мелочи, что не смогла достать книгу, хотя можно было обратиться за помощью, то, конечно, тучи-тучи нагоняются, и в чьей-то волшебной стране начинается токсичный дождик. Такие дела.